МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 14 июня. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. Взаимные упреки и оскорбления порой переходят в рукопашный бой. В поселке Акой Шетского района вот уже почти полгода идет настоящая холодная война. Жители разделены на два лагеря. По информации Генеральной прокуратуры, в стране возросла статистика насилия над женщинами. Такие неутешительные данные были озвучены в ходе специального семинара. Карагандинские военные отразили атаку боевиков на войсковую часть 31775. В региональном командовании Астана провели учебные занятия с офицерами войсковых частей Карагандинского гарнизона. И теперь подробнее об этих и других событиях. В поселке Акой Шетского района вот уже почти полгода идет настоящая холодная война. Жители разделены на два лагеря. Взаимные упреки и оскорбления порой переходят в рукопашный бой. Причина всему директор местной школы. В хитросплетениях поселковых взаимоотношений разбиралась Токжан Лянова. Во время экзамена, во время школы учителя бунт подняли. Разве так нужно? А то, что директор... А директоры ни во что не поставили. А деньги то, что берет... Это все неправда. Айжамал Аязбаева – одна из немногих, кто на стороне директора средней школы села Акой Шетского района. Образовательное учреждение уже несколько месяцев находится в центре скандала. 20 из 25 учителей требует отставки директора школы Жаманадиной Жанар. Яблоком раздора в данной ситуации стали деньги. По словам учителей, многих из них директриса заставляла оформлять кредиты, отбирала зарплату, брала деньги в долг и не возвращала. Она не только присваивала себе крупные суммы, но и угрожала своим сотрудникам увольнением. При нашей школе открылся мини-центр Толк-НД. Директор школы Жанар Жаманадина поручила мне и воспитательнице собирать деньги у родителей на питание. Через какое-то время поставка продуктов питания прекратилась. Подрядчик сообщил нам, что уже три месяца не получал деньги от директора школы. То есть она присвоила себе 270 тысяч тенге. Также она взяла у меня в долг 60 тысяч тенге. Прошло 5-6 месяцев, но она до сих пор не вернула деньги. Стоило мне заикнуться о деньгах, она начинала угрожать мне. Оказывала давление на каждого из нас. Жители поселка заявляют, директор школы не упускала ни одной возможности набить свой карман. При приеме на работу новых сотрудников требовало с них денежное вознаграждение. Жанну Залпухарову директриса оформила вахтером. Однако первые пять месяцев ее зарплату забирала себе. Она меня документально оформила. Я эти деньги сама не получала. Брала деньги она. Я сама лично относила. В сентябре месяце, уже когда я на работу вышла, помимо того, что я ей давала пять месяцев, в сентябре она меня отдельно вызывает в кабинет. Я еще тогда не знала, что коллектива тоже она берет. Она мне говорит, мне нужен кредит оформить. Но я ей сказала, у меня студент, старший мальчик, он у меня учится в медколледже. Я платить никак не могу, тем более я еще поступила. На 27 тысяч это возможно прожить? Разгневанные учителя заявляют, они не могут работать под началом такого человека. Конфликт руководства и преподавателей не мог не коснуться и родителей. Они отказываются приводить своих детей в школу, где царит нездоровая обстановка. Некогда образцовое учреждение превратилось в поле боя представителей двух лагерей. Тех, кто верит невиновность директора школы и тех, кто выступает против женщины. Сама Жанна Ржаманадина находится в больнице. Ее госпитализировали с микроинсультом. Женщина уверяет, что все обвинения ложные. Директор школы уверена, что проверка это докажет. «Это все ложь. Я считаю, что нужно решить все в рамках закона. Я думаю, что это сделано с целью сместить меня с поста директора». В отделе образования отметили, что стараются придерживаться нейтралитета. «В этой ситуации мы не поддерживаем какую-либо из сторон. Постараемся решить проблему переговорами». Директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию, но позже вернулась с адвокатом и забрала его. Она объяснила это тем, что ее ложно обвинили. «В настоящее время у нас нет оснований для ее увольнения. Результаты проверки ничего не выявили. Сейчас прокуратурой проводится еще одна. Вскоре мы получим результаты». Если стороны не придут к соглашению, в новом учебном году в средней школе села Акой будет пустовать не одна парта. 55 родителей заявили, что не пустят детей в школу, где ведут борьбу учителя и руководство. Тохжан Лянова, Жаслан Маклбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Изменения в земельный кодекс, проблемные вопросы и пути их решения обсуждали участники Круглого стола, чиновники и предприниматели. Мероприятие прошло в региональной палате предпринимателей Атамикен. Участники Круглого стола отметили, что изменения в земельном кодексе позволят снизить коррупционные риски. Это особо актуально, если учесть, что сфера земельных отношений входит в число самых коррумпированных. Вместе с тем, сфера земельных отношений по мнению субъектов бизнеса является одной из наиболее коррумпированных. Это сделано основой выводов отчета национального индекса восприятия коррупции, замер которого проводится ежегодно партией Нур-Атан. И здесь земельные отношения вошли в пятерку наиболее коррумпированных сфер. Изменения в кодексе коснулись порядка предоставления сельхозземель. Для обеспечения гласности и равного доступа конкурсу всех его потенциальных участников новый порядок предусматривает опубликование извещения о проведении конкурса в средствах массовой информации на официальных интернет-ресурсах Акимата и Министерства сельского хозяйства. Также будет создана конкурсная комиссия, в которую войдут и представители общественных советов и Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Не более 50% будет занимать общественные объединения. То есть Национальные палаты предпринимателей, Министерство самоуправления, другие общественные объединения, которые будут для гласности, чтобы никаких коррупционных рисков не было, будут в комиссии по распределению земельных участков. В ходе мероприятия участники обсудили проблемные вопросы в сфере земельных отношений. Стоит отметить, что за круглым столом собрались не только представители палаты предпринимателей, но и специалисты Департамента госдоходов, представители прокуратуры, юстиции и Управления правовой статистики. Они подчеркнули, что ни один из озвученных вопросов не останется без внимания. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На 52 миллиарда тенге произведено продукции в городе Каражал в прошлом году. Увеличена добыча марганцевых руд, производство марганцевого и железорудного концентрата и свинца. Такие данные в ходе брифинга в региональной службе коммуникации привел Аким Каражала, Клектес Досаев. По итогам прошлого года город Каражал добился неплохих показателей в социально-экономическом развитии. Это увеличение промышленного производства, рост валовой продукции сельского хозяйства, увеличение объема инвестиций в экономику региона. Об этом в ходе брифинга доложил Аким Каражала, Клектес Досаев. Вместе с тем наиболее важными остаются социальные вопросы и, в частности, обеспечение качественной питьевой водой. С осени прошлого года мы впервые в течение зимы все 24 суток получали воду с октября месяца. По одной нитке, которая была, вот одна водопроводная нить, капитально была отремонтирована, заменена, и мы вот по одной нитке эту воду получаем всю зиму. И сейчас получаем. На сегодняшний день ситуация такова. Значит, вторая нитка уже была построена в зимний период времени. Сейчас ведется его опрессовка. Мы буквально, я вчера посетил Тускольский водозабор, посмотрел, какие там работы ведутся. Заказчиком является республиканское предприятие Казводхоз. Я думаю, в текущем месяце мы уже и по второй нитке получим воду. По второй нитке дополнительно еще порядка 1500 кубов. Я думаю, мы уже к концу месяца выйдем обратно на все 24 часа. Глава города отметил, что в следующем году решится вопрос с брошенными многоэтажными домами. Город благоустраиваем, делаем его более уютным, асфальтируем, цветники разбиваем, строим скверы, парки и так далее, и так далее. То, что присуще обычным городам. Вот это вот мы и делаем. Но когда заезжаешь в город, настроение, скажем так, спадает, когда видишь вот эти вот пустые дома. Что мы предпринимаем по решению этого вопроса? Сейчас мы предусматриваем денежные средства на разработку проектно-сметной документации, на снос этих аварийных домов. В следующем году мы планируем часть этих домов уже снести. Но те дома, которые признаны аварийными по техническому заключению, те дома, которые пригодны, мы их оставим для дальнейшего восстановления, но часть нам нужно будет снести. Городоначальник также отметил, что в ближайшие два года будет отремонтирована автодорога Каражал-Атасу. Впервые за счет средств республиканского бюджета планируются работы по асфальтированию. На это предусмотрено 767 миллионов тенге. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Центральной городской библиотеке имени Мухтара Ауэзова состоялся вечер, посвященный 350-летию Бухаржрау-Калкаманулы. Мероприятие является частью программы Рухани Жангару. Празднование 350-летия Великого Казахского Акына Бухаржрау продолжается. Еще одно мероприятие, приуроченное к этой дате, прошло в библиотеке имени Мухтара Ауэзова. В ходе вечера под названием «Аркада Нашпана» участники исполнили произведение Акына, которое по праву считается зеркалом социальной жизни того времени. Чтобы воссоздать атмосферу эпохи Бухаржрау, вниманию гостей была представлена книжная выставка, а также видеоматериалы. «Это значимое мероприятие, которое объединило известных людей области, видных деятелей и представителей молодого поколения. Я рад тому, что сегодня всем собравшимся расскажут о том, какой великой личностью был Бухаржрау. Он непревзойденный летописец, талантливый жирау и достояние нашего народа». Стоит подчеркнуть, что вечер, посвященный памяти видного жирау, в стенах библиотеки проводится не первый раз. Цель мероприятия – воспитание в молодом поколении патриотизма и духа единства. По этой причине в числе приглашенных оказались ученики школы искусств поселка Ботакара. В 2014 году в данной школе был открыт класс «Жерши жирау». В настоящее время в нем занимается 16 детей. «В этом классе преподает известный айтескер Адидар Камеев. Это воспитывает в наших детях любовь к народному творчеству. Сегодня мы привели наших учеников, чтобы они послушали Толгау и прониклись еще большим уважением к произведениям Бухаржирау. Класс «Жерши жирау» в нашей школе открылся в 2014 году. На церемонии открытия присутствовали известные личности, такие как Бекбулат Люханов и Алмаз Алматов». В мероприятии приняли участие более 50 человек. Это представители интеллигенции, специалисты отдела культуры и развития языков, молодежного ресурсного центра и студенты колледжа инновационных технологий Карагандинского государственного технического университета. Напомним, в регионе прошел международный фестиваль, посвященный Бухаржау Калкаманала. Ожидается, что такие конференции пройдут и в Астане, и Алматы. Отныне, в первое воскресенье июля, будет отмечаться Национальный день Дамбры. Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Азарбаев. Праздник вводится в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности. Дамбра не играет, Дамбра говорит. Именно так издревле славили кочевники свою верную спутницу. Испокон веков струны Дамбры печальными или радостными мелодиями повествовали народу обо всем, что происходило в бескрайних степях. Составная и неотъемлемая часть казахской культуры – народная музыка – звучала в каждой юрте. Учитывая особую роль этого музыкального инструмента, глава государства подписал указ, согласно которому в первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день Дамбры. Я поддерживаю инициативу главы государства. Не только один день мы должны прославлять наш музыкальный инструмент. Казахи должны играть на Дамбре, играть каждый день дома. Только так мы сможем показать всему миру свою культуру, музыку и традиции. По данным фонда ООН «Женщины», в Казахстане вследствие домашнего насилия ежегодно погибают около 400 женщин. По информации Генеральной прокуратуры, в стране возросла статистика насилия над женщинами. Такие данные были озвучены в ходе специального семинара. В мероприятие приняли участие представители правоохранительных, государственных, надзорных органов и неправительственных организаций. Каждый год в областном департаменте внутренних дел регистрируется порядка трех тысяч заявлений женщин, которые подверглись бытовому насилию. Какие механизмы для защиты женщин предусматривает государство? Если нет уголовного составляющего, то выносится защитное предписание сроком на 30 суток. Данная семья попадает под наблюдение моих коллег, инспекторов и участковых инспекторов полиции в течение 30 дней. За этот период мы наблюдаем за семьей, работаем с правонарушителем. И сама жертва бытового насилия за этот период может получать не только юридическую помощь от нас, но и обратиться в кризисные центры, которые мы им рекомендуем, получать психологическую помощь. При необходимости мы ее можем разместить в кризисный центр, где есть приют. В настоящее время в Карагандинской области функционирует восемь таких кризисных центров. Участники семинара отметили, что для скорейшей помощи семьям необходимо полное взаимодействие правоохранительных органов и неправительственных организаций. Само взаимодействие между структурами местной полицейской службы также важно в этой деятельности. И взаимодействие также правоохранительных органов образования, социальной защиты и здравоохранения. В настоящее время бытовое насилие является одной из самых острых и распространенных социальных проблем. Бытовое насилие непосредственно связано не только с разрушением семейных отношений, но в целом с утерией устоев семьи и моральных ценностей. Бытовое насилие увеличивает количество неблагополучных семей, приводит к разводам, лишению родительских прав, росту детской преступности, суицидам и даже к убийствам. Участники семинара обсудили всевозможные меры по профилактике бытового насилия. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Карагандинские военные отразили атаку боевиков на войсковую часть 31775. В региональном командовании Астана провели учебные занятия с офицерами войсковых частей карагандинского гарнизона. Радикально настроенные гражданские пытаются проникнуть на территорию одной из войсковых частей карагандинского гарнизона. Их цель – завладение боевым оружием. На пути злоумышленников стал дежурный наряд. С помощью пожарной машины им удалось предотвратить проникновение на военный объект. Эта инсценировка стала одним из этапов специальных занятий с должностными лицами войсковых частей карагандинского гарнизона. В качестве примера были рассмотрены уроки нападения на Актюбинскую войсковую часть национальной гвардии в июне 2016 года. На занятиях подробно разбирался тот бой, в ходе которого погибли двое военнослужащих, а еще девять были ранены. Учения прошли успешно, заявляют организаторы. Помимо военнослужащих карагандинского гарнизона, принимали активное участие и содействие в занятиях сотрудники военной полиции карагандинского гарнизона. Мы оказываем помощь командирам частей, начальникам штабов воинских частей службы войск и также командирам подразделений для качественной организации службы войск и противодиверсионной защищенности. Во время однодневных сборов были также отработаны вопросы по порядку хранения оружия и боеприпасов, порядку организации пропускного режима войсковой части. В региональном командовании Астана отмечают, что программа подобных занятий постоянно усложняется, добавляются различные элементы. Если раньше отрабатывали упражнения и нормативы в дневное время, то сейчас акцент делается на работу в ночных условиях. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 15 сентября состоится повторный бой Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса. Об этом накануне в своем твиттере сообщил промоутер Альвареса Оскар Далахоя. Напомним, бой-реванш боксеров, запланированный на март, был отменен из-за проваленных допинг-тестов мексиканца. В настоящее время Альварес отбывает дисквалификацию, но сможет вернуться на ринг в сентябре. Первый бой, прошедший 16 сентября прошлого года в США, завершился ничьей. Головкин должен был провести реванш с Альваресом в мае, но в начале марта стало известно, что допинг-проба мексиканца дала положительный результат. В итоге вместо Альвареса 5 мая Геннадий Головкин встретился с американцем Ванессом Мартиросяном, которого победил нокаутом во втором раунде. Головкин остается чемпионом мира по версиям WBA, WBC и Международной боксерской организации – IBO. На его счету 38 побед, 34 нокаутом и одна ничья на профессиональном ринге. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на канале Первый Карагандинский, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова